Хочется что-то вкусненького, сладкого подарить в подарок? Ой, есть идея! Для этого беру зихир ручной работы. Он у меня розового и темно-розового цвета. Беру голубику. Она продается в магазине, поэтому даже зимой найти не проблема. И бамбуковые палочки. Их я тоже покупаю в магазине. Теперь беру пленку, расстилаю ее на стол и беру те зефирки, которые я заготовила. Для начала уже на тарелке раскладываю их таким образом, каким бы я хотела их видеть в самом букете. Теперь беру бамбуковые палочки и нанизываю каждую зефирку на бамбуковые палочки. И для того, чтобы они лучше держались, в каждую зефирку я вставляю по 3 бамбуковые палочки. Все зефирки у меня нанизаны на палочки. И теперь я начинаю собирать сам букет. Беру первую зефирку, к ней прикладываю вторую, третью и оборачиваю это все обычным скотчем. Так я собираю по спирали все зефирки в единый букет. И мой букет собран. Сверху он такой красивый, округлый в виде шапочки зефира. Если посмотреть сбоку, шпажки у меня расходятся немножко в разные стороны, для того, чтобы зефир не сдавился. И все хорошенько закреплено скотчем, чтобы этот букет хорошо держался. Упаковывать букеты зефирок буду флористической пленкой. Для этого беру два оттенка, светло-розовый и ярко-розовый. Из ярко-розовой вырезаю квадратики 16 на 16 сантиметров. И из них формирую фунтики, так чтобы каждый уголочек сверху хорошо виднелся. Скрепляю эти фунтики степлером. Этими фунтиками оборачиваю букет по самому краю. Приклеиваю их, закрепляя их скотчем к шпажкам. Сами фунтики накладываю немножко нахлестом друг на друга. После того, как я закрепила их скотчем, я скрепляю еще дополнительным степлером для лучшей фиксации. Далее из светлой пленки я отрезаю квадрат 55 на 55 сантиметров. И в этот квадрат я ставлю букет. И снизу весь букет оборачиваю этой упаковкой. Хорошенько присбариваю всю пленку, оборачиваю ее скотчем. И таким образом она уже будет хорошо держаться на самом букете. Сверху лишнюю часть упаковки светло-розового цвета я отрезаю, чтобы она не выпирала выше ярко-розовых фунтиков. Далее из пленки отрезаю полоску равную 25 сантиметров шириной. Длиной она у меня 55 сантиметров. Складываю ее немножко наискосок, так, чтобы сверху у меня получилось два уголочка. И накладываю нижнюю сторону на верхнюю. Складываю ее таким образом. По краям фиксирую ее степлером, для того, чтобы она у меня держалась именно таким образом. И этими заготовками я оборачиваю сам букет. Креплю их предварительно скотчем и потом фиксирую еще дополнительно при помощи степлера. Если сейчас посмотреть по низу, то упаковка у меня получилась немножко короче, чем длина самого букета. Поэтому я снизу эту упаковку выворачиваю в сторону верха. Отрезаю длину пленочки немножко поглубже. И таким образом удлиняю саму пленку по верхней части вдоль ручки. И после того, как я удлинила каждую часть пленочки, я выравниваю их по длине самого букета. У меня получается вот такой букет с зефирками, обернутый упаковкой из флористической пленки. Теперь я беру атласную ленту шириной 5 сантиметров. Ленту выбрала ярко-розового цвета для контраста. И этой ленточкой я перевязываю сам букет в виде бантика. Осталось его задекорировать ягодками голубики. Для этого беру зубочистки. Эти зубочистки аккуратно вставляю с краю зефирки. Прямо просовываю ее в саму зефирку. И на кончик этой зубочистки вставляю ягодки. Таким образом декорирую весь букет, распределяя ягоды по самому букету. И у меня получается вот такой роскошный букет из сладостей. Букет из зефирок с ягодами голубики. Обязательно делайте его своими руками. Радуйте ваших родных и близких сладкими продуктовыми букетами, которые вы сделали своими руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин